всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я хочу показать вам как связать вот такую вот красивую шапку эта шапочка такая она теплая получилась зимняя вот так вот смотрится макушечка у нее она такая немного удлиненная рассчитан я ее рассчитывала носить так без помпона но в принципе можно добавить и помпон тоже будет очень красиво шапка связана в одну ниточку с добавлением кит махера за счет чего она получилась очень очень теплая махера забивает пространство вязаных изделиях и шапка получается теплой и такой непродуваемой ушло у меня на нее два с половиной мотка шерсти и не целый моток вот еще сколько осталось от 1 ма . махера так что в принципе очень очень выгодно получается и так давайте непосредственно приступим к ее вязанию вязать шапочку я буду из таких вот ниточек это стопроцентная мериносовая шерсть в 50 граммах 90 метров и в дополнение вот такой вот кит махера так здесь 25 граммах 250 метров надеюсь хватит моточка не знаю потом скажу хватило или нет и так на спице номер три с половиной нам нужно набрать а сто пять петель 104 останется на шапочку и 1 уйдет на соединение в круг так обычным классическим способом на спице три с половиной набираем 105 петель вот я набрала 105 петель у вас может быть другое количество петель но оно должно быть кратно двум потому что мы резинку будем вязать один на ее раппорт две петельки затем так вот распределите чтобы нигде ничего у вас не перевернулась потому что если вы соединить вязание в круг потом уже будет не исправить и соединяем первую петельку с левой спицы переснимаем на правую и вот эту петельку набрасываем на переснятую и и спускаем ниточки подтягиваем шапочка у нас будет с отворотом для того чтобы получился красивый отворот нам нужно перевернуть вязание и вязать в обратно нам направлении эти с изнаночной начнем давайте петелька изнаночная удобнее так лицевая дальше опять повторяем 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая и так вяжем до конца первого ряда я провязала полностью ряд 1 обязательно вешаем марки чтобы не перепутать хотя здесь можно и без него обойтись он нужен будет в принципе когда рисунок и начинаем вязать 2 и все последующие ряды будем вязать над изнаночной петелькой изнаночную надо лицевой лицевую и так наверное нам нужно будет провязать резинкой от 12 до 14 сантиметров высоту отворот ну кто как любит кто-то любит побольше отвороту шапочки кто-то поменьше так что смотрите на свое усмотрение я провяжу померяю на себе шапочку и потом скажу сколько по сантиметрам провязала я и так давайте провяжем это самостоятельно я провязала нужную высоту мне резинки у меня получилось 13 сантиметров да вот 13 сантиметров теперь нам нужно перейти на спицы большего размера я перейду с трех с половиной на номер 4 и добавить 8 петель здесь у меня 104 раппорт основного узора 16 петель у меня получится 7 раппорт и это получается так 112 петель здесь 104 значит добавить нужно 8 петелек добавляйте будем следующим образом смотрите мы сейчас провяжем один установочный ряд просто лицевыми петлями заодно перейдем на спицы большего размера и добавим нужные петельки недостающие лицевыми вяжем полностью рядочек сейчас покажу как будем прибавлять прибавлять я буду так из петли предыдущего ряда вот петелька ее одеть на спицу и провязать лицевой и основной петлю лицевой таким образом мы прибавили одну петельку такое прибавление практически незаметно так добавим еще одну 2 прибавили так третью одели провязали ее и дальше и так вяжем до конца ряда всего прибавить 8 петель можно 104 разделить на 8 и через одинаковое количество петелек просто их прибавить давайте это сделаем сейчас самостоятельно все я провязала перешла на спицы большего размера теперь нам обязательно понадобится маркер чтобы отделять рядочки и две вспомогательные спицы не одна вспомогательная и второе место нее иголочка вот у нас основной узор вот этот который мы будем вязать вот этим серым выделен рапорт то есть вот отсюда до сюда то что мы будем вязать повторяя 7 разочков давайте вот так вам поближе там за скриньте экран может вот так вот покажу его еще разочек и сейчас мы будем с вами его провязывать вешаем маркер и первый ряд вяжем следующим образом 1 изнаночная 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные теперь нам нужно две петли оставить на переснять на первую вспомогательную спицу и оставить перед работой 2 петельки сняли оставили вот здесь спереди перед работой 2 петли снять на вторую вспомогательную спицу и оставить их за работой то есть сзади так оставить провязать 2 лицевые петли эти вот петельки вяжем 2 лицевые да зачем провязать 2 лицевые со второй вспомогательной спицы вот с этой вот спицы со второй мы снимаем на основную спицу их провязываем и 2 лицевые с первой вспомогательной спицы все провязали 1 изнаночная вот это вот мы провязали раппорт первого ряда вот еще разочек покажу да теперь вяжем точно также еще шесть раз до конца первого ряда вяжем самостоятельно я провязала первый ряд полностью и второй ряд вяжем просто все петельки по рисунку над изнаночной изнаночную надо лицевыми петельками вяжем лицевые и так вяжем до конца второго ряда второй ряд по рисунку провязала в принципе и третий ряд мы вяжем также 3 4 вот смотрите вот видите тоже здесь лицевые просто над лицевыми лицевые над изнаночными изнаночные так вяжем 3 и 4 ряд и перехлёст у нас идет только в пятом ряду давайте провяжем туда еще два ряда по рисунку и встретимся в пятом рядочке вяжем пятый ряд 1 изнаночная 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные затем опять две спицы оставляем перед работой грыз спицы петли 2 после 2 лицевые вяжем затем со второй спицы вспомогательной нам нужно провязать две вот эти петельки двумя изнаночными а вот эти вот петельки двумя лицевыми 1 изнаночная все это рапорт пятого ряда вот смотрите как он у нас выглядит вот он берите еще в принципе здесь точно так же как мы провязали и вот это я вам показала и так давайте дальше узора мы будем вязать по схеме самостоятельно повторяя вот эти 16 рядочков в нечета в четных рядах все петельки вяжем по рисунку а в нечетных рядах вот по этой схеме я вам все показала как провязывать теперь главное смотрите на схему я тоже провяжу нужную мне высоту шапа для шапочки померяю потом и скажу сколько я провязала и макушку с вами мы закроем вместе связала я нужную высоту мне шапочки и теперь буду делать убавки давайте померяем сколько получилось вот у меня получилось 28 с половиной сантиметров закончила вязать я вот этим вот рядом восьмым сейчас у меня как бы будет 9 ряд идти и будем делать убавки убавки вот между этих коз сейчас будем делать сокращать изнаночные петли посмотрите я до конца ряда не довязала одну петлю и и сейчас довязывать не буду мы спасли последнюю петельку ряда и первую сократим так с ними маркеры провяжем их вместе изнаночной петлей вот так и повесим маркер начала ряда в этой косе у нас идет перехлёст так 2 петельки на одну спицу 2 на вторую вяжем лицевые потом лицевые со второй спицы лицевые с 1 дальше у нас идет 2 изнаночные их тоже вяжем вместе 1 изнаночные дальше мы вяжем петельки по рисунку между косами опять 2 изнаночные провязываем вместе дальше опять и делаем перехлёст в косе поняли да косы вяжем все полностью между коз вот эти 2 изнаночные вяжем 1 изнаночной вместе то есть вяжем 2 вместе второй ряд мы провяжем по рисунку вяжем третий ряд убавок 2 петельки вот эти вяжем вместе лицевой дальше 2 лицевые и опять 2 петельки вместе лицевой дальше 1 изнаночная в этой косе вяжем 2 лицевые 2 вместе изнаночные 2 лицевые повторяем 1 изнаночная в этой косе где 6 лицевых 2 лицевой вместе 2 просто лицевые и опять вот эти две петельки вместе лицевой 1 изнаночная провязываем 2 петельки лицевые дальше вот эти 2 изнаночные петельки вместе 1 изнаночной 2 лицевые 1 изнаночная в этой косе 2 вместе лицевой 2 лицевые опять 2 вместе лицевой 1 изнаночная и так повторяем до конца 3 ряда 4 ряд вяжем без убавок вяжем пятый ряд убавок тут эти две петельки вместе лицевой эти две вместе лицевой 1 изнаночная 2 петельки вместе лицевой 1 изнаночная 2 петельки вместе лицевой то есть в этом ряду изнаночные вяжем просто изнанкой а лицевые вяжем по 2 вместе лицевой и так вяжем и до конца 5 ряда 6 ряд мы провяжем без убавок просто по рисунку вяжем 7 ряд убавок нас вот это 2 лицевые их провязываем 2 вместе лицевой дальше 1 изнаночная дальше идет лицевая изнаночная лицевая вот эти три петельки нужно провязать вместе лицевой я вот их просто вот так за передние стеночки провяжу лицевой петелькой и так хорошенечко подтягивайте 1 изнаночная 2 петли вместе провязать лицевой дальше опять 1 изнаночная дальше вот эти 3 петли опять вместе вяжем лицевой петлю я 1 изнаночная 2 петельки вместе лицевой 1 изнаночная опять 3 вместе лицевой так до конца ряда 8 ряда вяжем без убавок следующий ряд убавок уже запуталась 9 наверное смотрите у нас тут стала обычная резинка 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночной сокращать будем так нам нужно развернуть петельки снимаем лицевую разворачиваем изнаночную и также разворачиваем лицевую чтоб вот они вот так смотрели чтобы мы их провязали за заднюю стенку лицевой и она была к нам так вот красиво повернута опять снимаем лицевую изнаночную снимаем их разворачиваем чтобы и стеночка которая смотрела вперед стала смотреть назад и вяжем 1 лицевой за заднюю стенку все опять разворачиваем их и опять одной лицевой опять разворачиваем 1 лицевой так вяжем до конца ряда я провязала этот ряд до конца на спицах у меня осталось 14 петелек теперь отрежем нашу ниточку проденем в иголочку и стянем оставшиеся петельки просто все-все петельки оденем на иголочку и стянем вот такая вот красивая макушка получилось ниточку выведем на изнаночную сторону и здесь ее спрячем так вот можно несколько разочков вокруг макушки на под стянется еще лучше и и затем вот можно вот так вот в лицевую гладь спрятать сначала в одном направлении и затем в обратном все так под растяните чтобы ее не стягивала и ниточку спокойно можно отрезать она уже никуда не денется вот все наша шапочка готова вот так вот она выглядит сейчас я ее измерю вот 24 с половиной сантиметра если подгиб из зала на загнутый и общая высота шапочки 31 сантиметр я ее уже померила смотрится очень и очень хорошо на голове если вам шапочка понравилось не забывайте подписываться на канал ставьте лайки если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях всем пока вот так 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 вот Продолжение следует...